Попали под амнистию. В Омске вынесли приговор двум предпринимателям. Романа Безверхова и Алексея Кожина признали виновными в производстве контрафактных деталей для поездов. Экспертиза показала, запчасти не соответствуют ГОСТу и просто опасны для жизни и здоровья потребителей. Омская начинка российских поездов могла привести к катастрофе с ходу вагонов с рельс. До трагедии, к счастью, не дошло. Однако специалисты до сих пор не установили, какие поезда укомплектованы контрафактом. Из зала суда наш репортаж. Роман Безверхов и Алексей Кожин хранят молчание. Свою вину они не признают. По версии следствия, руководитель и директор НПО Желдорснап в течение пяти лет поставляли запчасти для структурных подразделений российских железных дорог. Проверка показала, на подвижных составах, в которых есть омские металлические конструкции, путешествовать опасно. Экспертами установлено, что использование данных деталей на подвижном железнодорожном составе может повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья людей. В частности, может привести саморасцеп вагонов, сход вагонов с рельсов, а также вылет отломившихся частей указанных деталей за габариты вагона и причинение вреда здоровью и жизни неопределенному кругу лица. 56 тысяч центрирующих балочек, 26 тысяч замков автосцепки, 600 упорных плит, 500 башмаков для тормозных колодок грузовых вагонов. В литейном цехе Омска работа кипела. Следователи установили, завод по производству контрафактных деталей для поездов приносил своим владельцам прибыль. Покупателей приличала низкая цена. Впрочем, продукция на первый взгляд ничем не отличалась от ГОСТовской. Разница в качестве стала очевидна лишь после химико-механического контроля. Тогда Безверхов и Кожин и стали фигурантами уголовного дела. У бизнес-партнеров начались разногласия. Безверхов пояснил, что вопрос качества изготовления деталей полностью был возложен на Кожина. Кожин при этом пояснил, что он считает, что детали, изготовленные его предприятием, в полном объеме соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Незаконную деятельность обвиняемых пресекли Федеральная служба безопасности и следком. Гособвинение предлагало назначить для руководителей НПО Желдорснап реальное лишение свободы два года. Однако приговором суда Безверхову и Кожину назначили три с половиной года лишения свободы условно. От отбывания наказания предпринимателей освободили по амнистии. Известно, что производственный цех продолжает работу, но выпуск запчастей, признанных контрафактами, остановлен.